всем привет сегодня у нас тема будет зубы потому что эта тема коснулась меня на прошлой неделе и соответственно шла в голову мысль рассказывать вам немножко о ценах местных так начнем мы рассказывать с такой вещи как импланты бланда вещь дорогая для новой зеландии вообще так оторвусь это очень больная тема зубы потому что цены бешеные здесь на это все итак имплант чтобы поставить один план в сумме вам будет стоить в районе 7-8 тысяч долларов за один зуб то есть это 3000 штифт сам куда вкручивается имплант 3000 сам имплант и если необходимо удаление зуба вместе с операцией то это еще в районе тысячи долларов то есть вот такие приблизительно цены у нас это плюс есть различные там анестезии дополнительные делают там за 700 долларов есть анестезия что вы улетаете в рай грубо говоря и но опять же то есть кто кто как хочет у кого есть деньги может себе это позволить то есть импланты вещь очень дорогая здесь еще одна вещь это коронка коронка стоит приблизительность на данный момент зеландии около полутора тысяч долларов поставить корону то есть ну и самое дешевое наверное это лечение зубов в плане пломб пломба в новой зеландии варьируется зависимости от зубов зависимости от сложности вот начиная наверное от 100 долларов и заканчивая 300 300 долларов это такая серьезная пломба поставить насколько я это знаю сколько я спрашивал у врачей то есть я посещал русскоговорящих врачей в новой зеландии я знаю трех врачей у кого я был все три врача очень квалифицированные делают качественно ничего плохого не могу о них сказать все и все трое находятся в разных районах города но это не не только три врача взяла в окон где есть в окон где больше врачей русскоговорящих то есть их мне кажется наверное уже в каждом районе существует своя клиника где есть русскоговорящий персонал так что вы на вкус и цвет грубо говоря просто легче всегда объяснить легче понять что тебе врач объясняет это тоже немаловажно даже есть ты хорошо знаешь язык плюс поддерживаешь так скажем бывших соотечественников хотя уже нынешних соотечественников тоже неплохо то есть сами понимаете что все это очень дорого в зеландии поэтому очень популярен новой зеландии зубной туризм так называемый зубовращебный люди собираются едут в основном в азию потому что это ближе и подешевле то есть берут туры в тот же самый таиланд на острова различные то есть там существуют клиники которые уже с этим связаны в которых есть переводчики в которых даже врачи говорят на английском языке без всяких проблем все объясняют понимают и люди садятся едут отдыхают и одновременно как бы поправляют свое здоровье в виде зубов что тоже немаловажно и обходятся это им в виде туристической поездки возможно подороже немного но не сравнить с новой зеландии есть существует медицинские страховки на зубы да но они в среднем вот как я читал в интернете варьируется в районе 80 долларов в месяц человек платит но но часто помогает если нужны серьезные операции нужны серьезные вещи тем более такие как например удаление карина этих зубов мудрости вот то есть это очень дорого страховка оплачивают то есть тут надо выбирать либо ты будешь платить это вдруг тебе не понадобится сами понимаете что такое страховка многие также едут бывшие наши соотечественники по советскому союзу бывшему да едут на свою родину то есть страны бывшего ссср лечат зубы там я не знаю насколько это выгоднее просто так ехать туда если смысл но если у тебя есть родственники друзья знакомые ты едешь на свою родину навестить их гости то почему не совместить приятное с полезным и не вылечить свои зубы это так что ребят если вы собираетесь сюда в новую зеландию обязательно первым делом проверьте все зубы все недочеты вылечите ставьте мосты ломбы коронки штифты что вам надо новые челюсти но делайте это у себя это сохранит вам очень много денег в новой зеландии так что если есть вопросы задавайте их пишите свои комментарии и ставьте пальчики вверх всем до новых встреч всем пока